Русская Германия. История в следах. Как известно, Пётр I, собираясь в Европу с Великим посольством, выправил себе у прусского полковника Штейтнера фон Штернфельда специальный документ. В нём было означено, что... Господин Пётр Михайлов везде за исправного, осторожного, благоискусного, мужественного и бесстрашного огнестрельного мастера и художника признаваем и почитаем быть может. Так царь предполагал обеспечить себе инкогнито. Официально великими полномочными послами были назначены генералы Франц Лефорт, Фёдор Головин и думный дьяк Прокофий Возницын. Их сопровождали более 20 дворян, до 35 служивых людей и 62 солдата, среди которых и находился Преображенского полка урядник Пётр Михайлов. Неофициальный статус давал царю чувствовать себя свободным от дипломатического церемониала. В тайну сию, однако, были посвящены некоторые верховные правители тех стран, через которые пролегал путь посольства. Знали об этом бренденбургский курфюрст Фридрих Третий, будущий прусский король Фридрих Первый, и его министры. С курфюрстом Пётр встретился ещё в Кёнигсберге. Пили на Брунершафт, заключили договор о дружбе. Поэтому деловых встреч в Берлине не намечалось, и Пётр поначалу решил проехать в город без остановки, но потом изменил решение. 20 июля 1697 года Пётр въехал в Берлин по вышеназванному документу, который был предъявлен страже у ворот Георгентор, впоследствии Кёнигстор. Ворота эти географически находились примерно на месте Александр Плац. Молодой царь сидел в карете, закутавшись в красный плащ. Он проехал по Георгенштрассе, затем через нынешний остров музеев мимо Королевского дворца и Кафедрального собора сделал остановку у цейхгауза, внимательно осмотрел, как шло его строительство, и немного погулял по городу. Потом по Унтерден-Линден, через Доротейн-Штрассе, выехал в Тиргартен. Здесь для него была разбита палатка, где царь отобедал. Он провёл в Берлине не более суток. Пользуясь своим неофициальным статусом, он уехал из Берлина внезапно, без протокола. В тот же день, как бы отвлекая на себя внимание, в Берлин другим путём прибыли и официальные послы. За ними были присланы специальные кареты. В городе их ждала торжественная встреча, а также приём с обедом и музыкой в доме покойного фельдмаршала Дерфликтера под названием Цумшварцен-Адлер на нынешнем острове музеев. В тот же день, под грохот пушек, послы выехали из города, и дальше путь посольства лежал в Амстердам. История в следах С Петром, однако, не успела познакомиться супруга курфюрста София Шарлотта Ганноверская, одна из самых образованных женщин своего времени с ярким, пытливым умом. В будущем первая королева Пруссии. Это для неё построен берлинский замок Шарлоттенбург. Вместе с матерью, братьями и фрейлинами София Шарлотта догнала Петра в городе Копенбрюге под Ганновером. В момент встречи ей было 29 лет, всего на 4 года старше Петра. Встретиться с таким редким зверем, по её словам, как русский государь, о котором по Европе ходило столько слухов, ей было просто необходимо. Вторым важным участником встречи была мать Софии Шарлотты, София Ганноверская, также известная многими достоинствами женщина. Достаточно процитировать знаменитого историка Сергея Соловьёва. Цивилизованная Европа выслала двух своих лучших представительниц посмотреть на Петра. Ему предстояло познакомиться с образованнейшими женщинами Европы. Встречу и обед с русским царём организовал генерал Лефорт. Поначалу светская беседа не клеилась. К тому же Пётр не был сведущ в правилах столового этикета, почти не пользовался ножом и вилкой, мясо ел руками, не знал, как пользоваться салфеткой. Но постепенно всё наладилось. Царь иногда отвечал сам, иногда с помощью двух переводчиков, всегда умно, кстати, и с живостью, отмечала впоследствии София Шарлотта. Обед продлился несколько часов, после чего были танцы, поначалу играли итальянские музыканты, но как-то медленно, тягуче, как говорят сейчас, без драйва. Пётр велел позвать русских дудочников и разжечников, которые ехали с великим посольством. Дальше цитируем по книге Алексея Толстого «Пётр Первый». Одетые в малиновые рубашки, стриженные под горшок, они встали у стены и ударили в ложки, в тарелки, заиграли на коровьих рогах, деревянных свистелках, медных дудках, под средневековыми сводами, отродясь не раздавалась такой дьявольской музыки. «Алексашка, жги!» – подтолкнул Пётр Меньшикова. Русские разобрали немецких дам, танцевали в присядку с вывертами, с посвистом и выкриками. Обнимая немецких дам, царь дивился твёрдости их стана. «Ха! Какие жёсткие кости!» Он понятия не имел о женских корсетах. История в следах Софию Шарлотту такая провинциальная непросвещенность привела в полный восторг. В конце концов, Пётр буквально обоял обеих курфюрстен. В память о встрече он подарил им и некоторым из свиты соболей и парчи. Мать Софии Шарлотты, отмечая азиатскую дикость Петра, однако с восторгом вспоминала. «Он совсем необыкновенный человек. Надо бы наузнать его лично, чтобы иметь об нём идею. Середкий монарх добродушен и благороден сердцем. Скажу вам также, что он пил очень мало, но министры его и свита по отъезде нашим долго веселились». Огромное впечатление произвёл Пётр и на бренденбургского кронпринца Фридриха Вильгельма. Впоследствии русский царь несколько раз побывал в Берлине. У него сложились очень близкие отношения с королём-солдатом Фридрихом Вильгельмом I, сыном Фридриха I. Пётр стал крёстным отцом русского кронпринца, будущего короля Фридриха II Великого, а следовательно оба монарха стали кумовьями, что впрочем впоследствии не помешало двум державам вступить в схватку в Семилетней войне. Немецкий король и русский царь не любили мытавства и роскоши, но к подаркам, однако, относились положительно. Фридрих Вильгельм I прилагал все силы, чтобы восстановить Пруссию после кровополитной Тридцатилетней войны. Он очень любил армию и многое делал для неё. Среди прочего, в Потсдаме был создан полк великанов-гвардейцев «Ланге Керли» «Длинные парни», где каждый солдат был не менее двух метров ростом. Отсюда и царский подарок Петра. Пополнение русскими воинами Потсдамского гарнизона продолжалось и при Екатерине I. Всего, вплоть до 1724 года, на службу в Потсдам прибыли около 250 солдат из России. Журнал «Потсдамиши Квинтэссенс» писал в январе 1741-го, что русские составляют около третья королевского полка. Недовольный русским засилием, пришедший тогда к власти Фридрих II приказал распустить полк. Но Ланге Керли служат в Потсдаме и сегодня. Они дефилируют на городских праздниках, участвуют в туристических праздниках и других парадно-выходных мероприятиях. Итогом встречи кумовьев в ноябре 1716 года в городке Гавельберг под Берлином стало не только подписание Декларации о взаимной военной поддержке. Петр получил там в подарок ныне знаменитую на весь мир янтарную комнату, которая предназначалась поначалу для берлинского дворца Шарлоттенбург. Вместе с комнатой Петр получил и роскошную яхту, которая приглянулась ему во время путешествий по водоемам Потсдама. «Король одарил меня изрядным презентом яхтою, которая в Потсдаме зело убранное и кабинетом янтарным, о чем давно желали», писал Петр супруге. История в следах Тогда на улицах Берлина в честь русского царя был организован грандиозный праздник с гроздьями фейерверков, бесплатным вином и жаренными быками, но фаршированными птицей и дичью. Упакованное в 18 ящиков янтарное сокровище прибыло в Россию 13 января 1717 года. При жизни Петра янтарный кабинет, однако, так и не был установлен. Возможно, еще и потому, что не хватало некоторых его деталей, в том числе четвертой рамы комнаты. Ее прислал прусский король только в 1745 уже при Елизавете Петровне. Царь Петр как минимум три раза был в Дрездене, где крепко сдружился с тамошним курфюрстом Августом Сильным и стал его союзником в войне со шведами, которых в конце концов разгромил под Полтавой. В саксонской столице русский царь каждый раз заказывал ювелирные украшения у придворного мастера-ювелища, и у гана-мельхиора Динвингера. В память об этих посещениях в сокровищнице Зеленые своды хранится портрет русского царя в виде крупного медальона. Во время Семилетней войны русский царь не раз приезжал в Гамбург на переговоры с союзными тогда России датчанами. Но задолго до этого он направил в Гамбургский сенат, как сейчас говорят, ноту протеста, в которой высказал свое возмущение тем, что местные газеты нередко высказывались о России в неподобающем стиле и вообще публиковали выдумки о ней. Сенат, однако, заявил, что если проверять всю информацию из далеких стран, то газеты не смогут выходить по назначенному им графику. Тем не менее, Петр продолжал требовать наказания тех, кто публиковал ложь о России вплоть до бития кнутом и высылки из города. Были приняты и другие меры давления на сенат. В конце концов, сенат пообещал наказать виновных и просил не притеснять гамбургских купцов в России. История в следах Пребывание Петра за границей нередко походило на стихийное бедствие. Он не отличался тонкостью в обращении, мало считался с местными порядками и вел себя так, как просила того его широкая русская душа, подчиняясь сиюминутным порывом и действуя сообразно его привычкам и настроениям. Петр чувствовал себя хозяином всегда и везде, хотя и конфузился в торжественной и официальной обстановке. И чтобы скрыть смущение, становился еще более груб и развязан. Но, освоившись в общении, обычно вызывало у окружающих чувство уважения к его искренней, сильной натуре незаурядного человека, способного на яркие, дерзкие поступки. Первобытная энергия, непосредственность и любознательность русского царя импонировали многим. Традиция русско-немецких династических и деловых связей, заложенная Петром, продлились два столетия, фактически до трагического конца Николая II. В некоторых городах Германии до сих пор отмечены памятные места, связанные с первым русским императором. В честь него установлены памятники и мемориальные доски. Русская Германия История в следах Программа Русская Германия История в следах выходит при поддержке Фонда президентских грантов Общественной Некоммерческой Организации Участия Радио Русский Берлин и Российского Дома Науки и Культуры. Русская Германия